Мы начнем с вами с вот такой темы, омикрон как предтеча эпидемии постковидного синдрома. Ну, вы знаете, что я все время возражал против слов эпидемия, пандемии уж тем более, да, но сейчас, поскольку омикрон пришел, он действительно вызвал огромное число случаев заболевания, и мы, наверное, уже можем сейчас говорить о эпидемии новой инфекции. Так, почему-то он мне переключаться не хочет. Ну, давайте так будем переключать. Вот, вы видите, это число новых заражений в России, да. Мы плакались когда-то в 2020 году, что у нас 11 тысяч заражений, 29, потом было 40 тысяч в осенью 2021 года, а сейчас у нас 180 тысяч, и никто особенно, ну, извините за неприличное выражение, не парится. Никто не кричит, что мы умираем, общество умирает, все закончилось и так далее. Единственное, на что мы обращаем внимание сейчас, что количество смертей у нас в ноябре-декабре было довольно высоким, доходило до 1254, а сейчас вроде бы немножко пониже. Но смерти, как мы знаем, они отсрочены от пика заболевания примерно на 2-3 недели, на 4 недели. Поэтому при таком пике заболевания омикроном, я вас уверяю, мы количество смертей тоже увидим вырастет. Оно просто еще не выросло, ну, по срокам так не получается. Вот, поэтому не нужно особенно обольщаться. С омикроном люди болеют тяжело, у нас полно тяжелых, у нас полно больных на гормонах, не только на антикоагулянтах, кто-то госпитализируется, хотя, может быть, в процентном отношении их стало поменьше. Если раньше мы говорили осенью о 20% тяжелых, то сейчас мы говорим где-то 10, может быть, 12% тяжелых. Но все равно они есть, все равно приходится использовать весь наш арсенал при остром ковиде, как он и был. Вот, ну, вот в связи с тем, что очень много омикрона, в связи с тем, что все говорят о том, что он будет легче дышать, возникает несколько вопросов, да, ну, вот мы первый, это я слайд уже показывал в прошлый раз, я к нему возвращаюсь, потому что он, на наш взгляд, достаточно важен. У нас огромные объемы людей, которые проходят через наш симптом-чекер, и мы имеем возможность оценить у них симптомы в статистическом варианте. То есть мы можем создать образ болезни в цифре. Вот, и мы увидели, что на омикроне все-таки есть какие-то отличия в проявлении, да. Меньше анасмеогевзии, меньше болей в горле, нет, простите, болей в горле, наоборот, больше выросло серое. Омикрон – это серый, а вторая и третья волна дельта – это синий и зеленый, соответственно. Вот, несколько уменьшилось диспное ощущение заложенности груди, невозможности вдохнуть, не хватает воздуха без одышки, правда, то это ощущение тоже снизилось. Также и вот сдавленность, боль в грудной клетке, тоже, в общем-то, эти ощущения уменьшились. Уменьшились наведения яркие и суицидальные наклонности. То есть здесь мы видим снижение, некоторое снижение все-таки происходит. Вот, но, соответственно, мы вправе предположить, что если у нас действительно другая клиника болезни, другой штамм коронавируса, то может быть, что, во-первых, может быть меньше постковидного синдрома после омикрона, и что он, может быть, будет протекать по-другому. Например, он будет тоже более легкий, постковидный синдром, чем при первых двух вариантах ковида. Ну, собственно, на этот вопрос мы сегодня с вами и поговорим. Значит, что мы попробуем ответить? Что мы сейчас еще вам представим? Это тоже принципиально, наверное, новое. Что мы делаем в других местах? Значит, вы помните, что мы обсуждали, что мы создали филиал в Твери, который уже работает, и вы видите здесь вот прямо подчеркнуто, центр лечения постковидного синдрома, находится на втором этаже Тверского университета, диагностического центра Тверского университета. Здесь это ректор Чищановская Леся Васильевна и Леся Васильевна, и директор института Алла Валентиновна Соловьева, которые вдвоем как бы создавали этот центр, руководят им. Вот, и я на фоне вот этого здания Тверского университета. Здание очень известно, если вы погуглите, здесь с одной стороны вот висит доска, что учился Туполев, потому что здесь была гимназия, а с другой стороны вот здесь две снятые доски, что в этом здании располагалось НКВД, и в этом здании было расстреляно 6 тысяч поляков в подвале этого здания, одним человеком, и эти люди похоронены в Медном. Но к постковидному центру это прямого отношения не имеет, просто здание достаточно интересное, историческое, и вот, собственно говоря, некоторые результаты этой деятельности я вам сейчас покажу. Значит, это статья, которая уже находится в печати, первая автор Некрасова, Евстифеева, это руководитель одна центра, постковидного вторая, это руководитель лаборатории психологической в ТГМУ. Вот, и что при обследовании 55 пациентов проводилось несколько тестов на память слова, структура интеллекта, опросник выраженности психопатической симптоматики, и что было обнаружено, что достаточно большие проблемы с интеллектом, низкий интеллект это темно-синий, ниже среднего это оранжевый, ну, высокий, вы видите, и проблемы с памятью, то же самое, да, очень большое число людей имеет проблемы с памятью, ну, в общем, это, так сказать, достаточно серьезная проблема, речь идет о постковидных больных, естественно, да. Значит, высокая степень выраженности у 56 процентов, да, патологические, всякие психопатологические ситуации. Ну, для меня, как для терапевта, это мало что говорить, но я зачитаю просто, что соматизация 29 процентов, абиссивно-компульсивность 30 процентов, межличностная, межличностная, простите, сенсативность 27 процентов, депрессивность 29, 30 процентов, ну, у нас сейчас поменьше стало, но похоже, тревожность 30, враждебность, это очень много, враждебная прямо, из людей прям прет ненависть такая, они не могут удержаться, они никогда такими не были, это новое приобретенное свойство, почти 30 процентов, 27, фабическая тревожность 31, параноидальные тенденции 26 и 23 процентов психотизма. То есть вы видите, что действительно, ну, постковид бьет очень сильно по психическому состоянию. Ну, вот проанализировано, насколько я понимаю, сейчас цифры, они все время меняются, потому что там каждый день идут больные, значит, по моим представлениям сейчас порядка более 300 человек уже прошло через центр ТГМУ постковидной, вот, ну, вот проанализировано с ноября по январь, с ноября 21 по январь 22, опять же, Татьяна Михайловна Некрасова, 189 человек, среди них 68 женщин, 32 процента мужчины, возраст от 18 до 77, повторно обратилось 141 человек, все больные осмотрены кардиологом, аддокринологом, неврологом, поскольку Некрасова сама невролог, 30 процентов отправлены на консультацию хлора, офтальмологу, ортопеду. 17 человек выполнены иммунологические исследования, пока я просто этих данных не знаю. Значит, всем назначаются оральные антикоагулянты, если есть противопоказания кровотечения какие-то идущие, то назначается солудексит. Значит, со слов Татьяна Михайловна, эффективность практически 100 процентная. Ну, мы никак не можем начать регистрировать это все в цифровом виде, для того, чтобы можно было также посчитать, как вот я вам показывал картинку по симптомам, но рано или поздно мы к этому придем. Но я ваше внимание обращаю на 300 с лишним человек за довольно короткий срок, да, при полном отсутствии какой-либо рекламы, сообщений в СМИ и так далее. То есть это огромный процент населения области, я думаю, что страдает. Значит, у 74 процентов объективные симптомы поражения ЦНС. Головная боль – 78, общая слабость недомогания – 80, снижение памяти, способность концентрации, внимание – 73, инверсия сна бессонницы – 58, тревожность, снижение адаптационных возможностей организма к стрессовым факторам – 64 процента. Но опять же, очень высокие проценты, они примерно совпадают с нами, но понятно, что группы немножко разные, одно дело там те, кто в интернете сидят, другое дело те, кто доходит до консультанта, но тем не менее совпадение в значительной мере. Значит, вот была еще раз проведена по шкалам значит, тревожность в высокой степени 79 процентов, в средней степени 21 процентов. Это, видимо, из тех, кто вообще имел и тревожность. Ну и, соответственно, депрессия отсутствует 41, здесь уже, видимо, общая легкая степень депрессии 46, средняя степень депрессии 11, тяжелая депрессия у двоих. Ну, в общем, это большая проблема, согласитесь, 46 процентов с легкой степенью депрессии – это много, этим нужно заниматься. Собственно говоря, сейчас это вот там и происходит, в Твери. Это все предварительные данные, это нигде не опубликовано, это просто вот то, что врачи дали, показали, что они сделали за это время, передали буквально вот из рук в руки, поэтому здесь стоит фамилия тех, кто этим занимался. Это не некоторые вообще не ученые, а там аспиранты или даже, может быть, ординаторы. Вот. То есть здесь совершенно нету никакого авторского коллектива пока. Но, как вы понимаете, каждый этот слайд – это, в принципе, готовая статья, которую просто надо немножко расшарить, что называется. Значит, 26 больных с постковидным синдромом, симптомами поражения периферической нервной системы. Значит, проявлялось это чувство манемения, ползание мурашек по конечностям, зябкость. У четырех, наоборот, было чувство жара в дистальных отделах. Значит, выполняли электронермиографию. И вот что получилось. У тринадцати признаки двухстороннего дистального деминилизирующего поражения моторных волокон малого берцова-большеберцова нервов. У пяти двухсторонний изолированный акционально деминилизирующий поражение кроножного нерва. У трех двухсторонний сенсомоторный деминилизирующий поражение дистальных отделов срединного нерва. Я обращаю ваше внимание на деминилизирующее поражение. Это принципиальный вопрос. У двух двухсторонней сенсомоторной демилизирующей поражение локтевого нерва, у трех изолированной нарушение проводимости по сенсорным волокнам. Предварительный вывод, который делает автор, что нет значимого акционального поражения моторных волокон, в основном выявлена миелинопатия. То есть это не собственное поражение нервов, а поражение оболочки вокруг нервов. Ну мы об этом когда-то говорили, много раз говорили о том, что собственно поражение нервной ткани как таковой, вот непосредственно нервов, при этой инфекции нет. А вот все, что вокруг нее, там кто-то спрашивал, да, про всякие обкладочные и прочие клетки, вот вокруг нее все и крутится и развивается. Следующая группа врачей, которые с нами работают, это группа Владимира Владимировича Баева, бывший, а может и сейчас главный кардиолог Абакана. Это мы у него были в Хакасии, это Шира так называемое местечко. И, значит, они пролечили на сегодняшний день 24 человека с ранним постковидным синдромом. Я обращаю на это внимание, потому что у них все-таки постковидный синдром, больные были госпитализированы, это не амбулаторные больные, и они были госпитализированы спустя, например, месяц небольшим после острого периода болезни. И в основном они довольно тяжело болели. Вот. Значит, проводилась стандартная антикоагулянтная терапия по АКМИ, плюс кортикостероиды, плюс плазма ФРС, 3-5 сеансов с удалением 700-1000 мл плазмы за раз, через 1-2 дня замещением 50% растворами физраствором и 50% либо альбумином, либо свежезамороженной плазмы. Плюс, естественно, симптоматическая терапия. Еще раз повторюсь, это не готовые к публикации статьи, это обсуждение проблемы, так сказать, ну вот вживую. То, что они сделали на сегодняшний день, то мы и обсуждаем. Вот смотрите результативность. Да, синее – это то, что было до, так сказать, плазма ФРСа зеленая, то, что было при выписке. Вот насколько высокая эффективность плазма ФРСа. Ну, я еще раз повторю здесь, что речь идет о все-таки ранних проявлениях постковидного синдрома. Это может быть принципиально, может быть нет. Мы пока сказать не можем, потому что я могу сказать, что вот мы плазма ФРС делаем, у нас вот такой результативности мы не видим. Где-то есть, где-то нет. Но вот прям, чтобы все сразу уходило, такого мы не видим. Ну, и наши больные, которые к нам обращаются, они, скажем так, довольно запущенные. То есть у них, как правило, постковидный синдром уже много месяцев. И, соответственно, может быть здесь есть особенности эффективности, связанные с ранним началом терапии. Все это требует изучения. Мы идем сами слепы, мы не знаем, мы никогда не видели ничего подобного. Поэтому мы сейчас ищем в темноте. Но то, что мы ищем в правильном направлении, вот, пожалуйста, этот слайд вам подтверждает. Следующий слайд – это уровень циреактивного белка у больных до и после плазма ФРС. Сиреневый синий столбик – это до плазма ФРС. И такой бордовый, свекольный – это то, что было после плазма ФРС. Вы видите, что везде, в принципе, там, где были высокие цифры циреактивного протеина, как показатель воспаления, они, в общем-то, в значительной мере снизились после проведения плазма ФРС. То же самое с додимером. Там, где был высокий додимер, их было не так много, он везде снизился. Там, где он был не очень высокий, он тоже снизился. Видимо, достоверности не будет. Но если брать вот эти вот пики, то тут, конечно, совершенно очевидно. Напоминаю, что додимер – это тоже показатель воспаления. Он коррелирует с ферритином и циреактивным белком. И никак не определяет процессы свертывания. Это результат разрушения фибринолиза, уже образовавшихся в сгустках. Ну, еще раз повторюсь, это не свертывающая система. Напомню, чем мы лечим, да, что у нас сегодня это прямые орельные антикоагулянты. Для нас это базовая терапия, как в острую фазу, так и при постковидном синдроме. Вся клиника, которую мы видим, разворачивается как тромбовоскулит. Впервые мы об этом высказались именно при COVID-19 25 января 2020 года. Для нас совершенно очевидно, что это все одинаково течет при разных инфекциях, при разных вообще тяжелых ситуациях, это ДВС-синдром, который одинаково, он не зависит от причинного фактора. Поэтому терапия стандартная, которой уже 40 лет пользуемся мы весьма активно. Но вот премиоральные антикоагулянты везде в международных рекомендациях до мая, как минимум, по-моему, даже после мая, было написано, что ПЛАКИ надо отменять и переходить на введение низкомолекулярных гепаринов. Мы уже в апреле написали, что ПЛАКИ являются первым средством. Не надо их отменять, не надо переходить на низкомолекулярные гепарины. Это вполне конкурентно способное, скорее всего, даже лучше, чем низкомолекулярные гепарины, потому что они принимаются в рот, от них меньше осложнений, они не влияют на тромбоциты, они не требуют антистромбина-3 и так далее, и так далее. Они прямого таргетного действия на конкретные факторы свертания, в отличие от низкомолекулярных гепаринов или обычного гепарина, который воздействует сразу на весь каскад, и как уж там он воздействует, мы точно не знаем. Значит, в июле 2020 года мы впервые сформулировали понятие постковидного синдрома, и тогда же предложили ПЛАКИ для лечения постковидного синдрома. Собственно, с этого момента мы и занимаемся применением этих препаратов при постковидном синдроме. В августе мы создали медицинское бюро при МГНОТе, оно именное, ну, это так называемое брендированное, да, брендирование. Сейчас, на сегодняшний день, у нас примерно 6 тысяч человек с острым ковидом, постковидным синдромом прошло через наши руки, это большое число. Ну, и, соответственно, я еще раз повторюсь, у нас работает общедоступный симптом-чекер, медикейс, где вы можете проверить себя на ковид и постковидный синдром. Это бесплатно, просто нужно зайти, медикейс набрать, и медикейс про, и вы пройдете тест, и там будут рекомендации, в соответствии с рекомендацией нашим ГНОТ. Вот, ну, и вот в 21-м году, в начале лета мы переиздали второе издание рекомендации по применению терапии ДВС-синдрома, ну, грубо говоря, да, и там уже подробно описано, как применять и что применять. Значит, 35 авторов-соавторов, 17 профессоров, 4 академика, член-корреспондент, 2 ректора ВУЗа и 5 стран участвовали в разработке этих рекомендаций. Мы всех призываем к участию, потому что мы хотим пересмотреть их, у нас уже накопились новые какие-то подходы. Вот, с удовольствием примем вас в состав соавторов, вот, этих рекомендаций. Значит, ну, все время ломаются копья по поводу лечебных дозировок, я все время это повторяю, потому что, к сожалению, ну, не удается свернуть. Значит, по инструкции Апексабан и Ликвис, после операции, непосредственно, после операции назначается 2,5 мг 2 раза в день, ну, понятно, есть высокий риск кровотечения, никто больше не полезет, а вообще-то при фибрилляции предсердия и так далее, это 5 мг 2 раза. Это официальные данные инструкции. Есть данные исследований, я их тоже много раз приводил, и все время привожу, и обращаю ваше внимание, да, добегатран здесь 150-110, они одинаковы, большой разницы нет, рироксабан, то, что предлагают принимать один раз в день, вот 20 мг один раз в день, и вот 15 мг один раз в день. Во-первых, это хуже варфарина уже сразу, да, во-вторых, сейчас чуть позже, Апексабан, вообще практически как плацебо 2,5 мг. Ну, это не мы придумали, это старое исследование, много лет уже. Это не рабочая дозировка, не надо назначать в неправильной дозировке. Вот, почему? Потому что, смотрите, время полужизни препарата, да, то есть это время, за время, за которое снижается уровень препарата в 2 раза, у добегатрана 11 часов, у рироксабана 5-9 часов, и у Апексабана 12 часов. Ну, то есть примерно у всех полсуток, да, полсуток. Значит, если у вас через полсуток доза препарата снижается в 2 раза, значит, для того, чтобы обеспечить равномерную дозу, вам каждые 12 часов нужно принимать препарат. Нельзя принимать 1 раз в день. Это абсолютно неправильный подход, такого в гемостезиологии вообще нет. У нас все препараты как минимум 2 раза в сутки используются. Да, я имею в виду антикоагулянты низкоммунекулярные и пуаки. Вот, поэтому совершенно неправомочно. Значит, дальше. При кровотечениях у добегатрана есть специфический антагонист, Прексбайт, он присутствует во многих городах, его нужно просто об этом знать. Если, не дай бог, что-то случается, например, мозговое кровотечение, то сразу нужно назначать этот препарат. Вот. Ну, если нет, то, значит, активированные факторы протромбинового комплекса или седьмой А-фактор. Тоже это сегодня все известно и доступно. Значит, я хочу сказать, отметить, что только по продаксе мы почему-то сошли с Минздравом относительно дозировки. Причем Минздрав много месяцев, да даже год с лишним, писал, что продакса является препаратом второго ряда, ну, второго сорта, я не знаю, почему, на ком и основании. Ну, вообще, там много было удивительных методических рекомендаций. Там, например, было написано, что нет работ по применению прямых оральных антикоагулянтов при ковиде. Ну, нет, но они были, мы их писали, другие писали, уже много всего было написано. Ну, Минздрав считал, что нет этих. Ну, знаете, не заметили, значит, нет. Ну, голову в песок засунули, значит, это мимо нас прошло. То же самое было с продакцией. Сейчас, в декабре месяце, вышли, наконец, новые итерации этих рекомендаций, где продакса уже уравнена в правах с рероксабаном и апексабаном. И, ну, более-менее написано все нормально. Единственное, что дозы все равно в два раза меньше и по Эликвису, и по Ксарелту. Почему? Я не могу это объяснить. Ну, вот потому. А потому? Ну, что делать? Я спорить с Минздравом, это же бесполезное дело. Вот. Хотя мы все время везде говорим, что дозы это прописаны там, неэффективны. И мы это видим, что они неэффективны. Кровотечение. Огромная проблема, которая встает при назначении антикоагулянтов. Естественно, все страшно их боятся. Вот. И мы сделали шкалу МГНОТ по риску кровотечения при наличии прямых... при назначении оральных антикоагулянтов в профилактических дозах. Она отличается от той шкалы, которая обычно используется. Потому что та шкала используется для оценки риска кровотечения при назначении варфарина. А мы варфарин не назначаем. Вот. Ну, здесь все прописано. Это все есть в рекомендациях. Вы это можете легко все найти и посмотреть. Значит, показания для прямых оральных антикоагулянтов еще раз отмечаю, это все оффлейбл. То есть, инструкции вы этих показаний не найдете, но тем не менее. Значит, при остром ковиде всем больным при отсутствии противопоказаний противопоказаниями не является беременность, лактация и детский возраст. Все это допустимо. Постковидный синдром при всех формах мы считаем, что надо назначать. За исключением эпохондрической формы. Опять же, это можно посмотреть здесь в наших рекомендациях. Схема при остром ковиде не менее месяца. На самом деле, лучше полтора-два. Постковидный синдром от месяца и до нескольких месяцев. Иногда это приходится долго, полугода принимать. Вот. Ну, и поствакциональный ковид-подобный синдром. Сейчас что-то их уменьшилось, этих людей стало меньше. Видимо, меньше прививаются. Обычно месяц. Вот. Единственное, на что я хочу обратить внимание. Обязательно нужно отменить клопидогрель, аспирин и другие антикоагулянты и НПВС. Эти препараты влияют на второе звено гемостаза. Мы говорим сейчас про плазный гемостаз. А эти препараты влияют на тромбоциты. И двойной удар по системе свертывания не все больные переносят. Вчера мы были в Твери, нам говорят, вот у нас два инсульта за буквально там два дня на прямых оральных антикоагулянтах. Я чуть не упал, потому что у нас 6 тысяч, но ни у кого нет. Я говорю, слушайте, ну давайте хоть проверим, в чем там вопрос. Значит, через там два часа мне звонят. Нет, знаете, первый больной, этого не инсульта, это у него опухоль мозга. Фух, уже легче. Ну и второй больной тоже, я не знаю там конца, но сказали, что это не связано с антикоагулянтами, там тоже какие-то есть другие причины для инсульта. Поэтому мы, конечно, очень боимся кровотечений тяжелых, но первая профилактика – это отменить антиагреганты, препараты с антиагрегантным действием. Это принципиальный вопрос. Возвращаемся к образу болезни. Ну вот мы все время там смотрим в потолок и говорим вот у этого то, у того то, это потому. Мы впервые стали это делать математически, это работа Андрея Павловича Воробьева в значительной мере. И вот что мы получили. Вот гипотезу проверяем. Постковидный синдром разный в зависимости от штамма. Ну, понятная идея, да, мы говорим, что омикрон по-другому протекает, там тот был тяжелый предыдущий, а там был полегче. Ну, взяли, разбили до мая 21-го года, то есть первые волны там прошли постковидного синдрома. И с октября 21-го года по настоящее время. То есть то, что сейчас. Мы сейчас, соответственно, пожинаем плоды тяжелого штамма дельта. Ну и что мы видим? А мы видим, что все показатели абсолютно идентичны. Ну нет никакой разницы. Ну чуть-чуть может быть там где-то что-то. Ну вот кроме анасмея-авгезии мы никаких принципиальных разночтений не видим. Ну немножко суицидальные мысли, может быть, вот бросаются в глаза, тут поменьше стало. Ну и тот так, знаете, вот, не знаю, на копейку. То есть нет разницы между постковидным синдромом и теми штаммами, которые вызвали это заболевание. Смотрим дальше. Еще одна идея возникла. Посмотрим, давайте, у нас же есть больные, которые к нам обращаются, они проходят тест, которые точно болели ковидом, ну или просто они знают, что они болели ковидом, или отвечают, что они болели ковидом. И те больные, которые пишут, что мы ковидом не болели. Симптомы есть, а ковидом не болели. Ну вот и оказывается, смотрите, что, значит, постковидный синдром, уже в кавычках, естественно, бывает не только после ковида. То есть он протекает, в принципе, с теми же самыми симптомами. Но здесь есть некоторая разница между нарушением ритма сердца, нарушением регуляции давления пореже у тех, кто не болел ковидом, нарушение зрения поменьше, анасме, афгезии. Но поменьше это не значит, что ее нет. Это 30% больных. Да, выпадение волос пореже, тоже где-то под 30%. Глоукружение пореже, похудание пореже. Ну вот, пореже, но есть. И получается, что те люди, у которых ковида не было, которые не знают ничего про ковид, а если мы так, извините за выражение, назовем омикронщиков, это в основном те, кто болеет легко и не замечает ковида, то у них тоже будет постковидный синдром. Вот в чем беда-то. Он будет точно таким же, как он при перенесенном ковиде любой степени тяжести. Об этом с самого начала писали, что постковидный синдром не зависит от степени тяжести исходного заболевания. Поэтому я уже, по-моему, говорил про это, и в рекомендациях в том или ином виде об этом написано, что постковидный синдром – это один из вариантов проявления постинфекционного аутоиммунного тромбовоскулита с поражением прежде всего нервных тканей. Нервных тканей глобально, да, не конкретно нервов, а нервной ткани в целом. Если с нервной тканью, ну, в общем, все понятно, как бы уже не вызывает, по-моему, ни у кого сомнений, уже даже газеты про это пишут, то с доказательства аутоиммунного тромбовоскулита ну, нужны дополнительные изучения, потому что мы видим изменения в уровне ЦРБ до демера у 25%, это показатель воспаления. Мы видим РФМК у 75%, это показатель внутрисосудистого свертывания крови, который сопровождает тромбовоскулит. Мы видим в литературе много разных антигенов, умных комплексов, антифосфолипидных антител, ну, мы пока не можем привязать к нашим больным, к сожалению, у меня просто физически не хватает на это сил, и мы не можем заставить больных сдавать эти исследования, потому что наши больные в медицинском бюро, они лечатся за свой счет. И мы очень надеемся, что у нас получится что-то в Твери по этому поводу, потому что там это сделать проще. И там уже это начали делать. Значит, если мы говорим про нервную систему, понятно, но мы видим лимфоденопатии, лимфоденопатии, мы видим изменение сосудов, вены, иногда артерии, я показывал эти фотографии. Сейчас уже четко показано, что есть изменения в миокарде с помощью МРТ и в структурах головного мозга с помощью МРТ. Сейчас идет накопление знаний, но они совершенно четко идут в одном направлении. К сожалению, чего нет и не будет у нас в ближайшее время, морфологии, потому что мы не можем, нам нечего биопсировать, мы же не будем нервы биопсировать, или головной мозг, или сердце. Ну, просто нереальная задача. Поэтому, может быть, случайно где-то что-то накопится, там посмотрим. У нас нет, к сожалению, на сегодняшний день других лабораторных изменений. Плазминогена, эндотелина, о котором был вопрос, энтероликин-6 мы иногда делаем, прочее, прочее, прочее. Там много можно чего делать. Ну, я уже сказал, антифосфолипидные антитела. Но у нас просто сегодня на это не хватает ни рук, ни сил, ни денег пациентов. Поэтому пока это все в проблеме остается, под вопросом надо изучать. Поэтому надо говорить о том, что сегодня, конечно, простор для анализа, оптимизации терапии, он остается. Мы не все знаем и не все умеем. 75% четко у нас реагируют на антикоагулянты. Что делать с оставшимися 25-ю, пока непонятно. Может быть, нужно принимать цитостатики так, как их принимают, например, больные с ревматоидным артритом. Может быть, колхицин. Нужно изучать место плазмофореза, сочетание. Ну, в общем, нужно этим дальше заниматься. Мы, собственно говоря, на это и планировали. Я хочу сказать, что мы вообще-то хорошо знаем разные вирусоассоциированные заболевания. Их много. Ну, я просто взял так. Первое, что пришло на ум. Парциальная красноклеточная аплазия вызывает спарвовирусом B19, Эпштейн-Баром, вирусами гепатитов, но может быть и без вирусной конкретики. То есть мы вирусы не знаем, а парциальную красноклеточную аплазию видим. Кстати, один из вариантов эритропоэтина вызывает тоже ППК. Совсем недавно прошло сообщение о том, что рассеянный склероз может быть ассоциирован с вирусом Эпштейна-Бара. Ну, пожалуйста, в нашу концепцию это абсолютно укладывается. Синдром Гиен-Барре. Тяжелейший постинфекционный остропериферический аутоиммунный процесс, доминилизирующий, с прекрасным эффектом плазмофереза при раннем начале. Чем раньше начали, тем получилось лучше. С отдельным вирусом это никак не связано между собой. Ну, несколько слов я уже показывал этот слайд на прошлом своем выступлении, он на меня произвел глубокое впечатление, потому что обнаружилось, что в микросгустках при длительном ковиде плавают, находится растворимый сыворочный амилоид. Растворимый сыворочный амилоид – это предтеча амилоидоза мозга, которая называется болезнью Альцгеймера. Вот здесь ссылка на статью из Притории, мы просили их выступить, они как-то убежали от нас. Ну, бог с ними, статья есть, уже хорошо. Я просто, ну, я же не специалист по болезни Альцгеймера и по амилоидозе, я просто ткнул буквально, что называется, пальцем в интернет. И что вижу? Считается, что растворимый олигомер амилоида B играет решающую роль в патогенезе болезни Альцгеймера. Крыса, получавшая бета-амилоидный пептид после ишемии, продемонстрировала мультифокальное широкое накопление бета-амилоидного пептида в гиппокампе, коре головного мозга, в белом веществе. Проникновение бета-амилоидного пептида шло как через артериулы венулы, так и через вены. Нейротропные, глиальные и перицидные тела были заполнены бета-амилоидным пептидом. Таким образом, впервые представляются прямые доказательства того, что растворимый амилоид, бета-амилоид, человек проникает через гемоцирлубинический барьер из кровотока. Статья не очень новая, но и не очень старая, ей несколько лет, по-моему, 19-й год, если я правильно помню. Вот, ну и дальше совершенно, значит, создаются удобно-эффективные системы удаления из крови бета-амилоидного пептида с использованием ассорбитивной фильтрации. Ну, по нашему плазмо-ФРС, да, там, бог с ними, уже детали какие-то. Вот, ну, то есть народ в этом направлении прямо роет, а мы вообще даже не говорим об этом. Да и вот связь между бета-амилоидом, который является фактически таким же, как ЦРБ, таким же, как холестерин, маркером воспалительного процесса, и Альцгеймером она установлена, а лечить, может быть, можно антикоагулянты, а может быть, плазмо-ФРС. Вот, и заканчивая свой спич, я хочу сказать, что постковидный синдром – это один из многих постинфекционных синдромов, имеющий не только одинаковую клинику, но и патогенез. В основе патогенеза тромбовоскулит с тропуностью к нервным тканям. Терапия новыми оральными антикоагулянтами или прямыми оральными антикоагулянтами эффективна в подавляющем большинстве случаев, но, по-видимому, требуются более длительные курсы его применения, чем мы сейчас рекомендуем. Плазмо-ФРС, безусловно, эффективен, но, возможно, он более эффективен при раннем начале. Мы ничего не знаем про эффективность стероидов, хотя мы их пытаемся применять. Не применяли цитостатики и только думаем про колхицин. Поэтому нужны дальнейшие широкомасштабные исследования. Но точно нас ожидает увеличение частоты этого синдрома и, возможно, увеличение поражения головного мозга, то есть деменция, связанная с Альцгеймером, как результат инфекционных заболеваний. Я не случайно здесь говорю о том, что нужны широкомасштабные исследования, потому что, я еще раз повторюсь, у нас вот уже работает центр в Твери, работают наши коллеги в Хакасии, в Киргизии. Там, правда, занимаются исключительно острым ковидом, но тоже работают коллеги. И сейчас вот к нам подсоединяется центр новый из Витебска, из Белоруссии, который тоже там занимается своими какими-то изысканиями. У них тоже достаточно большой опыт. Ну, пока я здесь не рассказывал. Может быть, они сами как-то про него расскажут, как мы обычно это делаем. Вот. Но вот у нас уже такая сеть получается тех, кто занимается постковидным синдромом. Вот. Ну, давайте я сразу отвечу на вопросы. Пока. Так. Больной находится на ковиде. Я там увидел, что там клапан. Ну, клапан не противопоказание для применения антикоагулянтов прямых оральных. Просто надо переходить, и все. При выписке с ЦАЦАР КТ-3 нужно назначать ГКС. ГКС точно не нужно. Антикоагулянты, оно нужно. Так. Больной 60 лет лечит амбулатор на 2 дня с подтверждением ковидом. Он получает кардиомагнил, плавит, сжалуется. Отменяйте все. Давайте антикоагулянты записывайтесь к нам в медицинское бюро. Так. Многократные проливные поты. Ну, да. Постковидный синдром в виде миокардиопатии. Что такое миокардиопатия, я не знаю. Пожалуйста, давайте еще раз. Записывайтесь, будем разбираться. Я не готов обсуждать вот так вот, что такое миокардиопатия. Так. Боли в мышце сохраняются. Это постковидный синдром. Лечитесь. О, Господи. Еще раз. Смотрите. МНО никакого отношения к прямым оральным антикоагулянтам не имеет. Не нужно обеспечивать варфарином МНО. Нужно обеспечивать антикоагулянты с помощью прямых оральных антикоагулянтов. Дозы антикоагулянтов, они были вам представлены. Это вот достаточно. Так. Ну, опять лечилось бюро, пропила, две недели. Я не знаю. Ну, понимаете, так невозможно. Сны сохраняются. Ну, я думаю, что нужно просто подольше принимать антикоагулянты. Я еще раз повторяю. Я настаиваю на том, что антикоагулянты короткими курсами малоэффективны. Тромбофилия, генетическая. Ну, это все глупости. Никакие это не тромбофилии, это генетические исследования. Вас разводят. Так. Ну, и что? Зуб по рукам дней 10. Общее самочистое. Сколько и ликвиса? Столько же, сколько и всем. Влияют ли антидепрессанты на течение ковид, постковидного синдрома? Ну, не знаю. Мы лечим антидепрессантами легкими. Гормоны какие дозы? Слушайте, я не готов. Давные по когнитивно-психическим проблемам при ковиде собирали у пациентов, прошедших лечения короны по протоколу Минздрава или после лечения по вашим рекомендациям. А если мы говорим про ТВИР, то там рекомендация Минздрава. Мы туда не имеем к острому ковиду, никого в отношении. Оксидативный перикардит. Разбираться надо, я не очень понимаю. Потому что мы видели перикардит, там написано 50 мл жидкости в перикарде. Но это не перикардит, это нормальное состояние души. При каком уровне тромбоцит пени противопоказано ПАК? Ну, 10-15 тысяч мы не назначаем. Выше назначаем. Если нет геморрагических синдромов, почему это должно быть? У нас много больных с тромбоцит пени, в том числе идиопатической. Ниже 60 кг снижать не надо, ниже 50 снижаем вдвое. Ну, я уже сказал, отменять антикогреганты и добавлять ПАКи. ПАК назначается под контролем свертывающей системы Додимера. Нет никакого контроля, никаких методов контроля за назначением ПАК не существует. Можно смотреть антидесятиактивность, но это дорого и никому не нужно. Бессонница, лечим. Третьяков помогает иногда. Иногда всякие разные другие приспособления. Советы даем нашим этим самым. Делят и ликвиз пополам. Нет, мы не идем навстречу. Мы считаем, что давать нужно полную дозу. Так, постковидного жалоб нет, повышенная РФМК. Мы не обращаем внимания на анализы, мы смотрим только на состояние. Фавипивиравир мы не назначаем категорически. Никаких доказательств нет. Слушайте, ну я не могу какие исследования сделать. Все есть в рекомендациях. Зайдите в рекомендации, прочитайте. Тромбовозин не назначаем. Кожа в постковидном синдроме, ну процентов 10 точно, может быть и даже больше. Про уровень я не могу ничего сказать. Не знаю, что такое за особенности. При тяжелом течении ковида мы даем 30 мг преднизолона ПРОС. 3-4 дня, если на третий день температура сохраняется, мы увеличим вдвое. Пока в основном 99% у нас на этой дозе купировались. Так, хорошо, обращайтесь в Тверское отделение. Можно разобраться. Тест системы на ковид, чувствительность. Ну знаете, там очень много вы о чем. Вы про антигены, антитела, они разные совершенно. Поэтому невозможно, это нужно отдельно. Слушайте, ну я не могу здесь лечить. Но это честное слово, это невозможно. Так, дозы ликвиса грудным детям. Грудным детям, дети младшего возраста, обратитесь, у нас есть прекрасный педиатр. Она точно вам скажет, во-первых, нужно ли. Потому что детям мы не всем далеко назначаем антикоагулянты. Антикоагулянты, они обычно все-таки достаточно легко протекают. Но тем не менее.